девочки мальчики ну что я вас приветствую давайте смотреть что же будет с нами происходить в ближайшее время посмотрю все-таки события потому что смотрю как бы расклады на будущее они больше на куда на энергетику на изменение этого состояния из плюсов минусы наоборот а хочется все-таки не событийную линейку и на самом деле очень люблю конкретику вот но видимо у нас перестраивается энергии настолько что конкретика сейчас минимум вот а я такое не люблю конкретика люблю а вот эту воду все не люблю вот поэтому а будем работать сегодня на темноте света очень конкретная сама по себе колода вот я же не знаю буду я кого-то брать ей в помощницы может быть светлого правейца просто пусть лежит рядом будем смотреть конкретно события я делала что-то похожее на сундук и мне попросили расширить форматную плюс еще всего же три варианта вас огромное количество людей вот у кого-то же что-то другое совсем случится правда 1 розовый 2 синий 3 мятный камешек пока работаем с мятным еще как бы он вас не бесил хорошо в инфобоксе время начала вашего видео вот кому-то прям персональный привет на на третью позицию вернула мятный камешек так розовые мои привет события это хохотала слушайте что-то новое придет вот ну короче вот я один из предыдущих раскладов там что-то такое вот было и кто-то мне в комментариях написала это что вытащила десятку монет моему эту королеву пентакли что писала то что траты да будут на приятный там еще помню этот не помню короче было по восьмерка кубков не помню короче чуточным ну короче вы траты и в этом сама конечно гритрата грит новый год же скоро ну такая синий новый год а если уже новый год прошел или все-таки мы можем весь январь говорить про траты у ребят давайте настраиваться на благоприятное будущее что-то мы так все подостаскались вот особенно я так понимаю что время в которое вы смотрите на такое немножко у нас это лихорадочное событие на пороге уже прям события стучится стучится к нам привет 15 но учетом с 15 с какими подарками там прикольно да на вытаскиваю карту дьявола если это просто какой-то знаете формат что-то по кайфа журить от души это почему бы и нет потому что но ничего плохого на самом деле в энергиях то нет это хороший материал к это хороший задел на будущее а это хорошая такая дальновидная чтобы выстраивать свою такую прям вот денежную денежную хорошую стабильность у вас будет реальное ощущение что вы попали в пещеру этих разбойников помните когда ладе было там огромное количество сокровищ как-никак и а сама по себе вот эта история она на самом деле очень напоминает искушение то есть ребят вас будут очень сильно искушать но искушать чем что вы такой ты такой классный ну давай еще подумаем давай еще прикинем какие-то шансы у нас с тобой на самом деле дофига времени на то чтобы взять от этой жизни как бы лучший вариант лучший исход но это понимаете некое предупреждение что вы можете реально эти шансы профукать знаете да и как бы какое событие грядет что вам кажется что вы можете вернуться в прошлое а на самом-то деле нет нам прям показывает что мы застряли в своем ожидании лучшего для себя понимаете а между тем шансы закрываются сейчас я посмотрю на что закроются шансы то есть мы смотрим смотреть в будущее по сути как в прошлое потому что тройка жезл перевернуты и туда хочу и это хочу а возможности ты на самом деле нет да то есть и а вот это состояние некой праздности по девятки кубков она на самом деле нас закончится почему сейчас я еще посмотрю почему у вас может поменяться источник дохода а слушайте здесь как бы такая ситуация что по сути у нас больше как бы нет сил туда идти это что касается еще семьи или все-таки денег давайте так а о чем вообще вот эта вся ситуация на куйте железо пока горячо если вы будете в своем этом гении перфекционизма что-то откладывает на потом а вы на самом деле очень многое профукаете и нам на самом деле вот об этом говорят и ощущение что но на сама по себе история вот это случается без вашего ведома понимаете это как вот закономерные запланированные процессы но смотрите вот например работаем как бы в оффлайне да а тут как бы такая ситуация что сокращает либо переводит в онлайн и а ты уже ты не успел перестроиться ты не успел подстраховаться поэтому как бы нам говорят смотри с одной той страны конечно лабиринт 15 тебе кажется что ты весь такой всемогущий те иллюзия там собственной крутости да вот она восьмерка жезлов как бы карта дьявола а на самом деле как будет эта иллюзия собственно крутости говорит что ты просто вот топчешься на самом деле на одном месте ты не подстилаешь себе соломку вот это знаете такой как бы момент разочарования собой может быть а еще момент разочарования собой но либо теперь действительно станет меньше интересно материальное ты пойдешь это духовная как бы составляющая но как-никак слушайте это праздник жизни который больше не приносит удовольствие самое главное чтобы этот праздник жизни просто не закончился резко посмотрю почему дьявол потому что тебе кажется что ты на своем месте что ты выжимаешь из себя максимум да что ты посмотри вот что-то делаешь прям для души а может быть это знаете отношения которые как вам кажется они прям выльются во что-то красивое долгосрочное потому что все как бы шансы на это все но у меня ощущение что тут действительно кто-то может вам смотрите подставить подножку просто кто-то прям сильная мощного перекроет кислород давайте так чтобы кислород не перекрыли что делаем прямо сейчас что мы можем сделать такого чтобы все-таки изменить вот эти вот события которые должны случиться давайте так а у меня ощущение что если вы помогающей профессии вы будете уходить в подполье понимаете если это не про помогающей профессии все равно вы будете уходить в подполье что вы можете сделать прямо сейчас понимать что все таки нам уже нужно планировать наше будущее вот он пожалуйста да все это же как бы новый мир новая жизнь она все уже пришло да и двигаться это нужно как бы согласно тому что сейчас происходит да не считать что всегда вы сможете контролировать происходящее у нас есть сейчас два пути развития вот один путь по которым мы идем но в принципе как бы нам кажется что мы уже перестроились да на новой реалии и смотрите один путь как бы все-таки предполагает то что мы прям лихорадочно много и долго работаем но вот эта вся история лихорадочно много и долго она просто приведет к тому что тебя вытеснят те кто мыслит совсем по-другому а второй путь который нам дают это все-таки что-то новое это какой-то новый источник денег работы это новое место жительства которое слушайте кстати это будет сложно очень принимать это решение но это нужно понимаете это реально нужно а в грязь нет я туда не пойду это не мое совсем не да вы чё как бы это совсем не мое посмотрите сколько сопротивление а все-таки ваши да как нужно все-таки будет себя поломать и перестроить то такое ощущение что мы на самом деле идем против себя до идем прям против своей системы ну что события которые случаются оно в плюс для вас или не совсем нет но если вы выберете себя по королеве жезлов смотрите тут такая ситуация что действительно может закрутить в плане какой-то любовной истории но вы здесь как будто сами себе уговариваете туда не идти но очень сильно тянет очень сильно хочется если это не касается любовных историй это про то что когда мы говорим я никогда не буду это делать да а жизнь говорит а будешь а будешь выпать вы теряете ли приобретаете десятка жезлов король жезлов шестерка кубков смотрите если все-таки ваша жизнь как бы про то чтобы исключительно получать удовольствие не получится придется закаляться а если все-таки вы больше про доспехи то вы тогда на коне понимаете тут такая ситуация что придется быть жестче вот кстати ваш доспехи и тогда счастливое известие понимаете тогда новые люди новое окружение новые источники пока не для вас закрыты но у меня ощущение что бессознательного уже прям в курсе так абсолютно такой слушайте материальный расклад получается на события перекроет кислород кстати вам кого-то увольнение может быть кого-то но объяснила да там что там допустим оффлайн онлайн может быть или просто вы выгорели там 20 лет на одной и той же работе а вот она не там да и нам как бы крайне сложно опять же перестраивать себя потому что мы уже люди с опытом но это придется делать карта мага перевернутый король мечей нас заставит это делать нас реально заставит это делать перестраиваться но слушайте при этом да будут люди которым будет прям в этом чем комфортно так двойки вас приветствую ну что же нам расскажете минута света события которые нас ждут пездочкой по моемуцамwalk-ка мы даже неailleurs и добавляем Me000 кваката по моемуцам мыстам полтора, пока мыiden то если мы можем оставить внимание 返 Com оооэ на березони SSD б tio на беломicitaciones далеки deteriorated и бем memor и не было в ручку Что-то грядущее, наверное, по большей части. Что же там грядет у нас двойки? Что там грядет-то? Что-нибудь хорошее? Как это кто-то мне написал в комментариях, что еще со мной прочитать что-нибудь плохое, отпишусь. Я такая думаю, блин, да я бы от себя вот если действительно это, знаете, так отписаться от нейроведьмы и сразу у тебя так все хорошо в жизни, без вот этих подорожничков, да, по сути, на зияющую рану, я бы сама бы с удовольствием от себя бы отписалась. Я вам скажу больше, я даже на себя не подписана. Я пересматриваю свои расклады исключительно с технической точки зрения. Вот. Ну, как бы шутки шутками, но опять же, перевернутая карта Луны она нам говорит все-таки про некое прояснение обстоятельств, то есть события, которые случатся, а ну про прояснение обстоятельств. Может, наконец-то вы выйдете, из своего лабиринта лунного. Или все-таки наоборот, мы больше закопаемся. Если вы считали, что у вас уже нет возможности забеременеть, кстати, смотрите, королева монет, перевернутая Луна, но если почитать все-таки как условно-женские энергии, ждите. Это, знаете, когда уже врачи там никаких шансов не дают, сложная какая-то история. Вот. ваша беременность, может быть, кто-то бабушкой станет или прабабушкой. Там может быть, знаете, такая девочка с боевым характером. Ну, скажу сразу, если это беременность, я не могу сказать, что она прям, знаете, протекает как ручею, с определенными сложностями. А если не беременны, все-таки... Короче, если не беременность, а это все-таки обновление энергии настолько, что у вас появляется шанс на нормальное, адекватное отношение. Смотрите, вот это вот ваше представление о себе, да, перевернутая, десятка мечей, как вот отрицательно накопленный потенциал, да, тройка монет этой серии, блин, чёшь, они все к моему берегу все-таки раненые, да, все-таки раненые. Потому что, как-никак, все-таки вы... Вот энергия материнства у вас достаточно сильная. Может быть, вы еще их еще не осознаете, поэтому вас луна перевернутая, да. Вот как бы, нет, я тебе не мамочка, они все равно, понимаете, к вашему берегу. Но при этом, да, у вас есть шанс построить отношения. Дальше. Если это не касается отношений, на самом деле, такой хороший благоприятный прогноз, это про умение зарабатывать деньги на своем хобби, да, на том, что казалось, что оно тебе никогда денег не принесет. Вот, пожалуйста, ваш творческий канал, вот, как бы, ваши по перевернутой луне, да, и десятки мечей, как бы, ваши эти отрицательные мысли относительно монетизации, но при этом, как бы, тройка монет переворачивается. Да, пробуйте. Вот, карта дурака, и то есть, на самом деле, будут люди, которые вас абсолютно не верят, да, будут говорить, что это все либо на коленке сделано, либо человек там, не совсем профессионал, никого не слушать, меня слушайте. На самом деле, сложный путь, это прям такое, слушайте, сложный путь, который говорит, что, может быть, нужно переехать, может быть, нужно как-то изменить свою жизнь, но при этом, у вас сильно нет ресурсов, когда вы это делаете. Но это ощущение, что это то, что вам нужно, потому что мы карта звезды дальше, в событии. Нет, может, конечно, вы выйдете все-таки из иллюзии относительно себя. Когда поймете, а в очередной раз, что вы живете не как хотите, да, слушайте, что вы делаете выборы, явно не в пользу себя. Слушайте, у меня ощущение, что вы действительно можете многое потерять, да, но потерять друзей, потерять любовь, потерять ощущение себя в этом мире, ну, потому что, как-никак, все-таки шторм грядет, да, и как бы, и карты смерти, перевернутый вот этот выбор, я могу так еще сказать, мои прекрасные, что вы выживете, понимаете, вы выживете, но ощущение, что это вас как-то очень сильно прям пошатнет, ну, либо физически, либо ментально, уж, видимо, как вы там, ваша душа уже выбрала все-таки, да, совершенствоваться в этом мире, но я ни в коем случае там не могу сейчас говорить, что там будет с модной болезнью, ну, давайте так, если у вас получается подстелить себе соломку всячески, господи, прям у меня кошак кричать начинает, рвется, предсказать вам будущее, вот, подстилайте, пожалуйста, себе соломку, потому что, ну, черт его знает, что там, понимаете, вот, сама по себе история, которую я вижу, она мне энергетически напоминает, очень, знаете, измененное состояние сознания, ну, вот, смотрите, карты смерти, восьмерка кубков, ну, смотрите, здесь такая восьмерка кубков, как желание просто что-то изменить в своей жизни, но при этом не сильно, да, радикально не меняясь, поэтому, в принципе, я вам так хочу сказать, вот, если вы действительно там верите, вот, в эти все там закономерности, эзотерические там, и серии психосоматики, кармы и так далее, да, ну, не дай бог все-таки притянуть себе что-нибудь такое, что нас, этот, деморализует потом, понимаете, я не это, не прогнозирую, просто как бы рассказываю, что где нужно подстелить соломку, да, и тут все есть шанс, что все будет хорошо, что там события-то какие случатся, кстати, для кого-то развод, ну, а понимаете, он прям послужит хорошим таким плюсом, стартом для вас, у кого-то, кстати, покупка недвижимости, может быть, но ощущение, что все-таки, что денег накопить, мне нравится, мне нравится, потому что сама по себе, как бы, картина, она все-таки говорит о том, что да, вы тут, вас тут потреблют все-таки шторман, да, но вы выходите сухими из воды, смотрите, девятка кубков, да, перевернутая, как бы пятерка мечей, все-таки это решение конфликта, а конфликт на самом деле как раз связан с тем, что мне, мне придет определенное признание за мой образ жизни, то есть люди будут смотреть и говорить, да, вот человек все делает правильно, и, наверное, он в этом счастлив, может быть, действительно про то, что от вас все-таки отколебутся в том плане, что никто больше не будет навязывать свое мнение, мне, конечно, больше второй вариант позиция для молодых ребят, молодых мальчиков и девочек, потому что это момент самостоятельности некой по восьмерке кубков, ну, проявление теневой стороны, конечно, это как поиск себя, посмотрите, на самом деле поиск себя, когда вот мы кто и что я, мы прям перебираем эти варианты, вообще очень похоже, на самом деле, на сепарацию, на уход из дома, на переезд в другую страну, да, события могут такие случиться, конечно, но у меня ощущение, что либо они внезапные, либо все-таки сепарации до конца с мамой нет, мама там, бабушка, жена бывшего кого-то, может быть, да, как это подруга, ощущение, что здесь вот все-таки человек у вас пока еще тянет на себя, как одеяло на себя, но все решится, все случится, там хороший прогноз, потому что это все-таки, знаете, как начало жизни, новой совсем, там, ту с Пентаклей, но при этом с тем наследием, которое у вас есть, может, наследство, в общем, смотрите, такие, знаете, прогнозы на самостоятельность я вам даю, ну что, троечки, давайте смотреть события, которые должны случиться, должны произойти, какой-то король монет должен произойти, может вы замуж выйдете осенью, это не прогноз на год, послушайте, это прогноз на прям как-то ближайшее время, что там за события, потолочек такие денежные, да, все-таки мы уперлись в этот денежный потолок, оп, так да, прям перекрытие, да, идет кислорода, сами себе перекрыли, или просто потому, что вы эмоционально уже максимально выгорели, сейчас я раскрою немножко четверку монет, давайте так скажу сразу, у меня ощущение, что вы не с теми людьми общаетесь, вы общаетесь с людьми, которые вас не поддерживают, при этом четверки, ощущение, что будет определенная остановка деятельности, ну на самом деле пусть она вас не пугает, потому что как-никак, видимо, в головушке нужно пересмотреть происходящее, почему вот у нас двойка мечей, потому что мы хотим что-то новое, мы хотим уйти от старого, то что с одной стороны, конечно, нам это дает зону комфорта, с другой стороны, это благополучие, оно на самом деле такое, знаете, видимое, да, видимое благополучие, и чего-то хочется совсем другого, это как вот новое начало все-таки, но здесь больше перспектив, смотрите, здесь больше перспектив роста, а вы что-то прям не хотите, почему, это какое-то предложение по работе, ну смотрите, это абсолютно новая жизнь, давайте, о чем этот, у нас переезд, посмотрите, здесь намного больше перспектив, чем вот вы сами смотрите, оставляете себе палки в колеса, потому что вам кажется, вот все, я больше, то есть, о большем мечтать условно не могу, да, это вот как бы максимум мой потолок, вот она, четверка жестов, потому что для того, чтобы расти, мне нужно было применять совсем другие качества, а я нет, я слишком люблю себя, или люблю людей, или там что-то еще, вот, потому что мне почему-то кажется, что для большего роста, ну как-то нужно, чего, больше терпения, или чего, нужно четкое управление, у меня как будто нет управления делами, проектами, там моими, да, жизнью в частности, то есть, мы пока еще ищем человека, который будет помогать нам управлять, да, может быть, для кого-то это возвращение, ну, то есть, получается, работа в команде, работа в найме, после того, как не получилось, например, построить свой бизнес, потому что, как-никак, вам нужно вот это руководство, ощущение, что вы ждете там, либо пинок какой-то волшебный, либо, не знаю, маркетолога, либо еще там, какой-то специального человека, который скажет вам, вот здесь у тебя получится, а вот здесь вот у тебя не получится, да, то есть, на самом деле, мы в предвкушении этой нашей новой жизни, это как мне женщина в личку написала, там, с перечислением 20 профессий, и самое интересное, что вот она пишет, да, и пишет возражение, почему она не будет там работать, ну, вот такая, то есть, странная, конечно, история была, вот, потому что вообще даже не поняла, что она от меня хотела, она говорит, можно вопрос задавать? можно, и вот такая, короче, простыня, что вот, кем бы ей работать, потому что шансы, как бы, уходят, вот, а женщина уже в возрасте, и, короче, перечисление профессий, которые она для себя рассматривала, и которые рассматривали астрологи, но и куча аргументов, почему она не будет там работать, и я, что я должна снять возражение, как бы, или что вообще, или дать какую-то идеальную профессию, она будет со мной торговаться, да, и даже если она по предназначению, слушайте, ну, такого же не бывает, что вы там узнали, кто вы и что вы, и как бы вам для этого делать-то ничего больше не нужно, я вот, честно говоря, не знаю ни одной такой истории, хотя на самом деле у меня огромное количество людей, с которыми я общаюсь, но сейчас понятно, что меньше, потому что занятости больше, а в момент, как бы, публичности, в момент всей вот этой моей, как бы, расцвета, там, пиара, там, и, как бы, прочих, вот этих всех историй, которые связаны с шоу-бизнесом, там, с рекламой, клянусь, не знаю ни одного человека, которому упало бы предназначение, знаете, и там, его вывели за руку к успеху, ну, то есть, в любом случае, он вкладывался, кто-то вы маркетологов, понимаете, кто-то в собственный рост, кто-то пахал, понимаете, по 10 часов над своей идеей, мечтой, а многие, да, нам говорят, потому что есть успешный успех, да, я не знаю, что-то там, выполняют задания по скриптам, условно, да, как бы, начиная жить, как миллионер, миллионы, как бы, привалят тебе, ну, слушайте, ну, медитация, это, конечно, хорошо, но еще и работать нужно, да, и, то есть, нам, как бы, на самом деле, об этом говорят, то есть, на данный момент, настолько у нас нет ресурсов, что мы нуждаемся в четком руководстве, но вот это четкое руководство, ну, как бы, по своим принципам, оно, на самом деле, закрывает наш рост, что там вот наша новая жизнь, вот это, это про то, чтобы менять окружение, ощущение, что вы прислушиваетесь к людям, которые вообще не являются авторитетами, в той сфере, которую вы для себя выбрали. То есть, ощущение, что как будто другие люди знают, как вам лучше. В общем, смотрите, что мы делаем. Мы ждем. Все, больше ничего не происходит. Мы тупо ждем. Вот. Смотрим на других людей, которые просто вот на нас тупо зарабатывают деньги. Просто вот они на нас зарабатывают деньги. И все. И если вам кажется, что как бы их успех, ну, ровно так же вы можете повторить, вряд ли. Ну, вот смотрите, огромное количество, например, там профессий, которые вот нам говорят, что все очень просто, и это не нужно, как бы, ничего уметь, и всему-всему научат, это ты, значит, безсильно там клиентскую базу там тебе предоставит и так далее. И как бы многим кажется, что это реальное решение проблем. То есть, я плачу деньги, как бы, а мне дают прям инструкцию по применению. Слушайте, ребят, если мы будем искать инструкцию по применению, мы никогда не выйдем с того уровня, на котором находимся. Да? Потому что эту инструкцию кто-то писал до нас, но он писал ее под себя. Да? Чувствуете, вот о чем говорю? То есть, то, что получилось у конкретного человека там согласно его там натальной карте стечения обстоятельств и целеустремленности, ну не факт, что получится у вас. Понимаете? Потому что у каждого свой путь. И нам, смотрите, здесь об этом говорят. Мы слишком много думаем, прикидываем, слушаем, анализируем, а вот он и не там. Вот она, семерка кубков и как итог перевернутая тройка жезлов, которая говорит, что мы вообще абсолютно запутались в этой ситуации. Ну что, события какие будут происходить? События Е. Пока вы ищете инструкцию по применению к себе и своей жизни. Нет, слушайте, с другой стороны, если совсем не слушать инструкции, а стул из Икеи в жизни ты никогда не соберешь. нам пробовали вообще собрать стул из Икеи без инструкции. Шкаф какой-нибудь. Так же вообще какой-то Франкенштейн получается. Но это только первое время, да, потому что мы уже понимаем, что Икея только база. если мы хотим на самом деле что-то эксклюзивное, там, ручную работу, мы либо идем сами это делаем, да, либо мы понимаем, что там как бы это все подороже, чем просто инструкция, которую можем собрать, и вещь ценная, лучше пусть люди специально обученные собирают, да, чувствуем. Это же про отношение к жизни в частности. Вот, значит, это. Сижу и думаю, когда же уже волшебник в голубом вертолете прилетит. Он на самом деле нифига не прилетает. Но как-никак все-таки будет луч света в вашем темном туннеле, потому что как-никак шестерка мечей говорит нам о том, что будет выход. Будет выход. Особенно могу читать для тех, кто долгое время сидит без работы, например, либо на низкооплачиваемой работе, потому что на самом деле будут хорошие выгодные предложения. Это вы подавились, да, вместе со мной, что как тут работать? Ну, понимаете, в чем ваша большая проблема тройки? Вы какие-то вечно недооцененные. Вы вечно себя сравниваете с людьми условно как бы в разных весовых категориях. Но не сравниваете свои классные качества, а говорите мне, почему у вас не получится. давайте, что еще случится по событиям? Потому что у меня по третьему варианту абсолютно бытовой расклад. Я бы, наверное, назвала его некой майнд-карты движения, понимаете? что я делаю так, что я делаю не так? Где мои затыки? тут сбудется желание, кстати. В какую сторону? Относительно чего? То, чего вы всегда боялись, смотрите, девятка мечей, рыцарь кубков. Неужели вот это у меня получится? Неужели все-таки что-то произойдет? Неужели это произойдет со мной какое-то чудо-чудесное? Конечно, произойдет. Вот скажите, а вам думать о себе хуже, чем вы есть, на самом деле нравится? Риторический вопрос. Посмотрите, как страшно идти в свои чувства, в свою такую вязвимость, хотя на самом деле могут быть адекватные, классные, приятные свидания. Собственно, ценностью, прикиньте. Вот, но для этого нужно выйти из вот этого состояния, да, что? Меня такие не любят, меня такие не ценят, мне вот этот никогда никто ничего подобного не предложит. Ну, да, это детские истории наши, личное сопротивление, какой-то личный отказ от материальных благ, личный отказ от любви, кстати. Ну, так и что, какие события ждем-то? я вам так хочу сказать, у меня вот ощущение, что вот как бы я тут не смеялась над сахарными террологами, ну, я не над конкретным человеком, я над стилем чтения больше. я говорю, что здесь сахар случится, понимаете? Тут что-то такая сахарная история, прям какой-то макарон цветной, потому что смотрите, что мне показывает, мне показывает, что вы вроде как сидите в жертве, сидите чего-то там, не знаю, там оплакиваете судьбу там свою, опять я такая все недостойная, но при этом на самом деле на вас обращают внимание абсолютно достойный человек, который вот видит вас совсем по-другому, понимаете? Видит вас совсем в положительном ключе, и короче все, а дальше как в тумане, а дальше вы понимаете ваш личный выход в аркан мира, да, что блин, а что так можно было? Нет, не нравится, все-таки у троек это состояние какого-то прорыва, оно чувствуется, чуть-чуть еще, но у меня ощущение, что как только вот вам дают зеленый свет, вы опять прячете свой тоннель, как будто мы сами запрещаем себе смотреть изменения, потому что все-таки еще пока кажется, что за горизонтом хуже, чем есть сейчас, но это пока так кажется, у меня ощущение, что вы знаете, как вот тот вот котенок, которого с улицы взяли в теплую квартиру, и он ходит, понимаете, перенюхивается, думаю, вдруг меня там выгонят, или не накормят, или эти люди, а он как бы вот привык, что с ними не очень хорошо обращались, и вот у вас, понимаете, такой момент принюхивания к новой реальности происходит, но в этой реальности ничего плохого с вами не случится, да, потому что пришло время все-таки учиться ей управлять, вот такая вот история была, с вами была я, ваша нейроведьма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова